Реализацию указа в Рио главы Чувашии по обязательному ношению масок проверили сегодня в первый рабочий день недели. Детский мир, торговые ряды на пути к центральному рынку, остановки общественного транспорта оказались в зоне внимания мобильных групп. Громкие споры и откровенное непонимание. Такую реакцию до сих пор вызывают у некоторых требования надеть маску. Несмотря на то, что у входа висит объявление, запрещающее посещение торгового центра без средств индивидуальной защиты, многие попросту не считают нужным их надеть. Вы находитесь в зоне риска, вы знаете, вам надо защищать дыхательные пути свои в первую очередь. И, конечно же, требует это все. Я просто посетителей. Нарушителей ждут штрафы. Вы сейчас не имеете права вовсе торговать. Вы знаете, а вон стоит сколько народа. А в гараже у нас какой беспорядок творится. Меры предосторожности для всех едины. Те, кто за прилавком, тоже не исключение. Увидев участников рейда, многие продавцы поспешили завершить работу. Ведь открыли они торговые точки незаконно. Не уходите. Сейчас уже бесполезно. А я знаю. Уходить не надо. Сейчас мы в любом случае составляем протокол. На этих нарушителей будут составлены протоколы по статье 20.6.1, потому что с их стороны не исполняется и 92-й указ, и, конечно, не исполняется законодательство со стороны налоговой системы. Они ведут деятельность без документов, без регистрации физического лица, как индивидуальный предприниматель. Это тоже нарушение. И еще плюс к этому они реализуют товары, на которых не имеется никаких документов, никаких сертификатов. Если для физических лиц наказание от 1 до 30 тысяч, то штрафы для юридических лиц кратно выше. Только за этот рейд выявлено десятки нарушений. Приостановить деятельность объектов розничной торговли за исключением аптек, аптечных пунктов. Площадь его свыше тысячи квадратных метров. И на данном случае это распространяется на объект в целом. Поэтому вам необходимо приостановить деятельность. Чтобы не превратить город в сплошной лазарет, нам придется соблюдать определенные правила, хотим мы этого или нет. Соблюдение социальной дистанции – важнейшая из них. Сейчас многие точки осуществляют продажи через интернет. И это неплохое решение в условиях, когда магазины не могут работать в обычном режиме. Такой же жесткий контроль на дорогах. В общественном транспорте тоже есть нарушители. Некоторые водители полагают, что одна и та же маска может защищать их всю рабочую смену. О необходимости обрабатывать руки многие позабыли. Пассажиры в этом отношении оказались более бдительными. Практически все в масках. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика.